из беседы святителя Иоанна Златоуса о Священном Писании о Священном Писании и как нам заботиться о своем спасении Не давайте святыне псам и не бросайте жемчула вашего перед свиньями чтобы они не попрали его ногами своими Матфея 7 глава Кто же этот попирающий? Тот, кто не почитает Писание драгоценным и важным Но кто же, скажешь, столь несчастен, чтобы не считать его важным и всего драгоценным? Тот, кто не уделяет ему и столько времени, сколько тратит для распутных женщин на сатанинское зрелище Вот почему у нас нет ничего общего с небом и наша небесная жизнь только на словах В другом месте в одном беседе он говорит Оттого, говорит, вокруг нас живущие язычники не обращаются Потому что, видя нашу жизнь, говорят, а христиане эти, они обманщики Говорят, что здесь мы временно живем, а там вечно Но строят, говорит, дома здесь навечно А туда, говорит, ничего нет Поэтому не обращаются, говорят, язычники Видя нашу жизнь А мы делаем напротив и каждый день стремимся на путь ведущей гиенни Когда же, скажи мне, начнем мы исполнять то, что нам повелевается Когда примемся за дела, если мы не хотим даже и слушать о них Если негодуем и досадуем даже на самое краткое пребывание в храме Спрашивает, а сегодня долго будет служба или нет? Недолго, ну хорошо А батюшка будет ли? Да не будет батюшка Ну хорошо, что не будет, служба будет короче Когда мы, разговаривая о предметах, ничего не стоящих Замечаем в собеседниках невнимание То считаем это себе за обиду А о том не думаем, что оскорбляем Бога Когда он говорит нам о столь важных предметах А мы пренебрегаем его словами и смотрим в сторону Бывает на службе, читает Евангелие Приходит, спросишь А о чем Евангелие сюда? О, правда, а о чем? Растерянно так и вспоминает А о чем же было-то Евангелие? Ну хоть скажи, говорит, хоть одно слово, тогда я вспомню о чем А ведь когда читается здесь Евангелие Это не просто, это Господь обращается А мы слушаем это Когда мы молимся То мы говорим, Бог нас слушает А когда читаем Священное Писание Это Бог нам говорит, а мы слушаем Какой-нибудь старец, исходивший много земель Со всей точностью сообщает нам и о расстояниях И о положении городов, и об их видах, пристанях, площадях И мы с удовольствием слушаем его А сами между тем не знаем и того Сколь далеко отстоим от небесного града В противном случае, если бы мы знали это расстояние Мы постарались бы сократить путь Если ведь мы не родим То расстояние этого града от нас не только такое Какое находится между небом и землей А даже гораздо больше Напротив, если прилагаем старания То может дойти до врат его в одно мгновение Потому что это расстояние определяется не протяжением И пространство, а состоянием нашей нравственности Потому-то умоляю вас, пока есть Пока еще имеем надежду спасения Пока можем обратиться, будем всячески о том заботиться Как отчаявшиеся кормчие Предав судно на волю ветра Сами нисколько не помогают ему Так точно поступают наконец и те, которые потеряли всякую надежду Зависливый человек То имеет в виду, как бы удовлетворит своему желанию И хотя бы пришлось ему подвергнуться наказанию Или смерти Он остается преданным одной своей страсти Человек распутный и любостяжательный Поступает так же Если же так велика сила страстей То гораздо более сила добродетели Если мы презираем смерть для первых То тем более для последней Если те пренебрегают своей душой То тем более мы должны пренебрегать всем Для своего спасения В самом деле Какое будет для нас оправдание Когда погибающие И так много заботятся о своей погибели А мы не выкажем и такого старания О своем спасении Но всегда будем Истоевать от зависти А ведь нет ничего хуже зависти Чтобы погубить другого Завистливый губит и себя самого Глаз завистливого Снедается печалью Завистливый живет в непрерывной смерти Всех считает своими врагами Даже и тех Которые ничем его не обидели Он скорбит о том Что воздается честь Богу Радуется тому Чему радуется дьявол Приобрел лишь кто Почтение у людей Этот не честь Это не честь Не завидуй Почтен ли кто у Бога Поревнуй ему и будь подобен Но ты не хочешь Зачем же еще и губишь себя Зачем бросаешь и тот что имеешь Ты не можешь сравниться с ним И сделать что-нибудь доброе Для чего же еще Противимаешь и худое Если ты не можешь разделять с ним труды Ты должен по крайней мере радоваться вместе с ним Чтобы получить пользу от этого сорадования Ведь часто достаточно бывает и одного намерения Чтобы получить великое добро Если же есть некоторое утешение для тех Которое воздыхает от чужих бедствий То гораздо более утешение для тех Которые радуются почестям других Аминь Аминь Слава тебе Боже Слава тебе Боже Слава тебе Боже Причастники поблагодарим Господа Благодарю тебя Господи Боже Что ты не отверг меня грешника Был достой у меня приобщиться Святынь твоей Благодарю тебя Что меня не достойно Причиститься Причистить Святынь твоей